Полувековой юбилей со дня первого наблюдения на радиотелескопе Ротан-600 отметили в специально-астрофизической обсерватории РАН, расположенной в Карачаево-Черкесии. Конференции, посвященной уникальному научному инструменту, присоединилась Майя Хамдохова. Легендарный Ротан-600 расположен недалеко от станицы Зеленчукской в 25 километрах от поселка Нижний Архыз, на высоте 970 метров над уровнем моря. Эта конструкция сочетает в себе преимущества подвижных радиотелескопов и неподвижных одновременно. За полвека на радиотелескопе с кольцевой антенной диаметром 600 метров провели сотни тысяч открытий. Одним из главных стало обнаружение самой далекой радиогалактики, возраст которой ученые оценили в 1,3 миллиарда лет. По словам директора специальной астрофизической обсерватории Геннадия Валявина, такую мощнейшую технологию можно сравнить только с машиной времени. Ротан-600 является одним из основных инструментов. Вообще радиопазон здесь очень важную роль играет. В построении физической картины мира в разные времена. Дело в том, что и оптические телескопы, и радиотелескопы, они обладают способностью видеть прошлое. То есть это такая машина времени. То есть очень близкие объекты, которые находятся от нас, не так далеко, там самые ближайшие, допустим, звезды. Специальная астрофизическая обсерватория РАН была образована 3 июня 1966 года. Но уже в 74-м был зафиксирован первый сигнал одной из отдаленных галактик. На конференции в честь 50-летия со дня первого наблюдения на радиотелескопе Ротан-600 присутствовали кандидаты наук, ученые астрофизики и коллеги, которые вспоминали свои первые шаги на пути к открытиям и исследованиям. В 300-летию Российской академии наук за многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность их наградили юбилейными медалями. Сравнивая уровень автоматизации, сейчас и 50 лет назад главный конструктор Геннадий Жеканис озвучил главные проблемы в работе радиотелескопа Ротан-600. По его словам, для дальнейшего усовершенствования, особенно для замены электронного оборудования, требуются немалые финансовые вложения. Но, несмотря на это, радиотелескоп Ротан-600 работает в режиме общего пользования. Наблюдая за красивым небом Карачаева-Черкесии, молодые исследователи, которые следят за процессом работы радиотелескопа, уверены, что наука и физика в своей уникальности не имеют границ. Высокая чувствительность по яркостной температуре и многочастотность являются основными преимуществами инструмента, аналогов которого нет в мире. Телескоп позволяет проводить исследования как близких объектов – Солнца, солнечного ветра, планет и спутников, так и крайне удаленных, радиогалактик, космических сверхвысокочастотных фоновых излучений. Общая площадь объекта – 15 тысяч квадратных метров. Майя Хамдохова, Олег Молхожев, Вести, Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район.